Переходим к следующей теме. Будем говорить о политикуме Российской Федерации, о том, что вертикаль власти, Владимир Путин, если вообще можно говорить о наличии вертикали в Российской власти, такая ослабевает. В России продолжаются кадровые перестановки. Буквально ранее, накануне говорили про Дениса Мантурова, нового вице-премьера Российской Федерации, министра по промышленности России. У премьера Мишустина появился новый зам, это господин Мантуров. Специально был под него подписан указ, в том числе Владимира Путина, с изменением количества замов главы правительства, о том, как вертикаль власти России обрастает новыми подпорками и почему она вообще обрастает, в следующем материале детали. За заседанием Госдумы 15 июля следили не только в России, но и за ее пределами. Политологи прогнозировали, что Путин может объявить войну Украине или всеобщую мобилизацию. Однако Госдума ограничилась кадровыми вопросами и накопившимися законопроектами. Ожидали, что там будут еще отставки, в том числе Максуда Шадаева, министра связи, но не случилось. А вот Денис Мантуров это, ну, скажем так, человек Чемизова. Чемизов это один из давних еще по работе в Германской демократической республике, ну, скажем так, коет в близкий круг Путина. Денис Мантуров сменил в вице-премьерском кресле Юрия Борисова, отвечавшего, помимо прочего, и за обеспечение российских военных в Украине. Триллионы рублей, которые были вложены в российскую оборонку под громкие обещания модернизации, обеспечения всем необходимым. Борисов обещал до 70% вооружений российской армии должно было быть, как говорится, свеженькое, новейшее. Мы это прекрасно увидели. Теперь Юрий Борисов возглавит Роскосмос, несмотря на вопросы о результативности на предыдущем рабочем месте. Ну, в России вообще не поагидировалась всегда вертикаль, а при Путине особенно, да, властная вертикаль. И передвижения там, как правило, они связаны с определенными провалами, которые официально не признавались, но которые происходили, и в итоге это заканчивалось в кадровом перестановке. Лояльность власти в России заменила и эффективность, и ответственность, говорят эксперты. На Западе общество спрашивает с должностных лиц, и они вынуждены считаться с общественным мнением и мнением политических союзников и противников. Так поступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку. Западные политики, они действительно связаны с общественным мнением в их странах, они связаны с социально-экономическим вопросом. Вот заметьте, среда, например, отставок премьеров в ряде западных стран, она связана с тем, что у общества возникают вопросы к этим премьерам, общественное мнение давит на правительство, и в итоге они идут в отставку. Но в России это сложно себе представить. Усиливая вертикаль власти, без контроля за результативностью чиновников, система разрушает сама себя, считают эксперты. Елена Михайловская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Итак, с вами уже на связи Дмитрий Гудков, российские оппозиционные политики. Будем эту тему разбирать детально. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую. Вот эти вот обновления, которые якобы сейчас происходят по инициативе Кремля, это ведь на самом деле просто притасовка старой колоды. И интересно, для чего все это нужно, по вашему мнению? Еще вот интересуют вот эти движения, потому что Владимир Путин подписал указ, что сначала вице-премьеров должно стать 11 вместо 10, а потом оказывается, что снова 10 их нужно. Как вы считаете, что это за такие движения и вообще что происходит? Ну давайте так, для нас с вами это движение не значит ровным счетом ничего. То есть совершенно очевидно, что Путин тусует старую колоду. Одни и те же кадры на протяжении последних уже 10-15 лет. Он их просто тусует туда-сюда. И в общем-то никакой модернизации, о которой они там говорили, нет. Все это, конечно, наверное, имеет значение исключительно для прокремлевских кланов всяких разных. Там есть клан Чемезова, есть клан Сечина, Патрушева и так далее. Они постоянно делят между собой все активы. И, конечно, там сначала один премьер, потом другой премьер. Вот сейчас Мантурову поставили. Мантуров вообще имеет репутацию такого бизнесмена, даже коммерсанта. И совершенно очевидно, что он будет работать в большей степени в интересах клана Чемезова. Вот, собственно, все это говорит только о том, что Чемезовские силы чуть-чуть укрепились. Им удалось поставить своего человека. Значит, все эти деньги, все бюджеты будут распределяться в пользу определенных сил, определенных кланов. Но для нас с вами это не значит ровным счетом ничего. Какая разница, кто там получит больше бюджетных денег, абсолютно не имеет значения, кто выигрывает из пропутинских кланов. Потому что политика не изменится. Все будет то же самое. Воровство, распил, неэффективная трата денег. А главное, что война будет продолжаться. Отчасти вот эта вот огромная власть президента России Владимира Путина, она же и превратилась в его основную слабость. Окружающие люди, они слишком запуганы, чтобы сказать правду Владимиру Путину даже о ходе войны в Украине. Получается, что главное оружие Путина, главный его инструмент, это страх, которым он в принципе удерживает власть в России и которое действительно является основным его оружием. Это получается уничтожает же и его самого? Ну, безусловно. Вообще, когда Путин начал войну, он все процессы значительно ускорил. Если до войны многие эксперты говорили, давали ему там 15-20 лет его режима. Я, кстати, всегда называл цифры скромнее. Но, тем не менее, все равно речь шла о каких-то нескольких годах, да, а может быть даже и 10 лет и больше. После того, как Путин войну начал, я думаю, что мы можем говорить о том, что он такое политическое самоубийство совершил, суицид такой политический, который однозначно совершенно ускорил для него абсолютно все. Да, этот процесс, конечно, не быстрый, как нам бы хотелось. Это не месяц-два, уже война идет, сколько уже скоро будет, пять месяцев, да. И вот это говорит о том, что все равно какие-то резервы у России есть, у путинского режима есть деньги, есть нефть, углеводороды. Какое-то время он еще продержится, но финал для него, для меня, например, и для многих очевиден. То, что все закончится для Путина и для всех военных преступников, способников военных преступников плохо, это очевидно. Да, споры только идут вокруг времени, то есть когда это произойдет. И здесь многое, конечно, зависит и от успехов украинской армии, многое зависит от поставок вооружения со стороны Запада. Ну и, безусловно, будет зависеть от движения элит, от протестных настроений в России, потому что военное поражение приведет к расколу элиты к протестам. И дальше уже россияне должны будут сделать все, чтобы после Путина власти пришли какие-то нормальные, адекватные люди. Я не гарантирую, что это будет сразу власть каких-то демократических сил. Наверное, будет какой-то переходный период, когда страной будут управлять технократы. Конечно, технократы будут вынуждены решить самые основные проблемы, которые будут стоять перед экономикой. Это выход из-под санкции, это выход из-под всяких изоляций, поиск финансов, инвестиций. И здесь даже самому, извините, самому компрометировавшему себя технократу придется идти на какие-то уступки гражданскому обществу, Западу, вести переговоры, думать о выплате репарации Украине. То есть это в любом случае будет движение в обратную сторону, будет начало разворотов. Единственное, что, Дмитрий, я не понимаю, почему такие технократы должны идти по такому либеральному пути, демократическому пути, если так можно его назвать. Зачем? Тут падает, скажем так, российский Гитлер, погибает, умирает, его сносят с апостатом, разницы на самом деле нет. Зачем менять что-то в системе, которая дала предыдущему главе государства огромное влияние, финансы, аквадискотеки в Геленджике, ну это так, из минимального, и многое-многое другое. Зачем менять что-то, если можно стать вторым Путиным, третьим Гитлером и так далее, и тому подобное? А нельзя стать вторым Путиным, понимаете? Власть Путина на чем держит? Во-первых, изначально все-таки Путин был самым популярным политиком. То есть у него реально был рейтинг, у него реальная была поддержка. Далее Путин смог стать арбитром между интересами разных кланов. И поэтому он всем был выгоден, он защищал и балансировал между интересами Чемезова, Патрушева и всех остальных и так далее. И третье, очевидно, что власть Путина обеспечивалась высокими ценами на нефть, которые позволяли, по сути, развивать экономику. Если мы берем нулевые годы, это время очень быстрого роста экономики. Это не благодаря Путину, это благодаря, на самом деле, реформам в 90-м, которые позволили создать сильную нефтянку, отрасль энергетики и так далее. То есть он просто воспользовался везением, что цены на нефть, если в 90-е они были в среднем 12 долларов за баррель, когда Путин пришел, уже от 20-ти они до, по-моему, 147 доходили. Ну вот, значит, любой следующий технократ, он не будет обладать ничем из того, что было у Путина, да, то есть не будет такой поддержки народа, да, то есть это первое. Второе, совершенно очевидно, что технократ не сможет быть вот этим арбитром, не сможет балансировать разные интересы. Наверняка он будет представителем какого-то клана, и, значит, он сразу получает в оппоненты все другие кланы, они начнут там уничтожать друг друга, воевать друг против друга. Вот, а никакой сильной экономики не будет, все будет, по сути, разрушено. И единственный способ удержать власть, это хоть какой-то порядок в экономике навести. А для того, чтобы в экономике что-то поменять, то как минимум нужно устранить самые главные причины, да, крах экономики. А причина это что? Война раз, это международная изоляция, санкции, отсутствие доступа к инвестициям и финансовым ресурсам Запада. И любой человек для того, чтобы просто удержаться, да, у власти будет вынуждена решать эти задачи. Иначе его просто сметут, он вылетит пробкой очень быстро. Ну, подождите, ну а кто его сметет? Кто его сметет, Дмитрий? Разве Владимира Путина смели за начало войны в Грузии, за начало войны полномасштабной в Украине, а до этого аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса? Я, ну, окей, если мы говорим о массовых протестах, к примеру, да, если вы говорите сейчас о гражданском населении, то мне вспоминается болотное, да, это пик 4 февраля, там, более 10 лет тому назад, протест, миллионы, когда был шанс, да, снести вот это, всю эту чернь с Кремля, убрать, поставить, ну, поставить это громко говорю, привести демократическую избранную власть, давайте так, либеральную власть, которая видит Россию будущего, ну, не тоталитарным государством, не авторитарным, как сейчас. Кто может вот это все смести, убрать, скажем так? Понимаете, даже если мы вспоминаем болотную, то во время болотных произошел раскол элит, да, по сути партия, так называемого второго срока Медведева, да, она все-таки в какой-то степени поддержала те протесты, то есть федеральные каналы, там, НТВ, например, постоянно показывал в прямом эфире все, что происходит на Болотной, на проспекте Сахарова. Сначала людей не разгоняли, да, согласовывали эти митинги, там, и так далее, то есть и на Болотной, там, на Сахарова выступал и Кудрин, и Прохоров, и я видел мэров многих городов, то есть, по сути, этот протест массовый был возможен в том числе, я бы сказал, при, я бы сказал, не поддержке, да, а таком молчаливом одобрении какой-то части прогрессивно настроенных элитов, вот, но тогда был экономический подъем, да, тогда еще была лояльность членовиков, тогда не было войны, и все-таки элиты чувствовали себя вполне себе комфортно и безопасно. Значит, сейчас ситуация, во-первых, сильно поменялась, экономика идет к краху, элиты все, по сути, попадают под танк и лишаются возможности для себя и своих семей роскошной западной жизни, вот, и, конечно, когда Путин растеряет окончательный рейтинг в результате военного поражения, то, я думаю, что будет какой-то клан, который объединится с другим кланом, там будут и какие-то силовики, там будут какие-то там бизнесмены, олигархи и так далее, и да, если они сместят Путина, то приведут к власти какого-нибудь, ну, не знаю, там, условного Мишустина, Собянина или еще кого-нибудь, каких-нибудь, ну, я сейчас фамилию называю как пример, не факт, что будут они, могут быть совершенно другие, но люди такого плана, да, которые считаются технократами, управлянцами, и это значит, что какие-то кланы, да, какие-то силовики потерпят поражение, это значит, что все равно образуется какая-то фронда против тех, кто сможет Путина сместить и прийти к власти, и очевидно, что это будут люди с огромными ресурсами, которые будут любой просчет, любую ошибку власти использовать против них, вот, поэтому начнется серьезная борьба уже между частями элит, и очевидно, что если ты не захочешь, если ты хочешь выиграть, а не проиграть, ты будешь вынужден идти на какие-то компромиссы с Западом и с гражданским обществом, в противном случае тебя снесут очень быстро, потому что никаких ресурсов восстанавливать экономику у следующего правителя не будет, он либо должен попытаться выстроить хоть прям совсем военную диктатуру, но это ненадолго, да, это там максимум год продержит, потому что никакая военная диктатура это переход от кризиса серьезным в экономике к катастрофе, вот, либо эта власть должна будет пойти на какие-то реформы, и я просто уверен, что это будет начало разворота, и не факт, что эта власть долго продержится, но тем не менее, я просто не вижу никаких других возможностей и ресурсов, чтобы продолжать эту путинскую линию, она и ведется в тупик, и это все понимают, причем и в элитах это все прекрасно понимают, просто пока боятся что-то с Путиным делать. Безусловно, продолжать это нет такой возможности в любом случае, но ведь не стоит забывать, что и в обществе есть две такие абсолютно противоположные группы, одна из них, которая привыкла верить, что они часть чего-то великого, и даже жертвовать ради этой веры святой своим комфортным, своим будущим, и условно продолжать ходить в уборную на улице, и есть люди, которые устали от этого всего, и наконец-то хотят жить в адекватной стране, с адекватным правлением и законами, и иметь возможность выйти на улицу и высказать свое мнение, и уже не с белым листочком, за которое не могут попасть в тюрьму, а действительно с каким-то плакатом, на котором будет что-то внятное и конкретное написанное. И вот как же найти компромисс и какую-то золотую середину преемнику Путина, или, возможно, пусть это будет группа людей, между вот этими двумя силами, которые действительно кардинально разные? Любой более-менее адекватный, даже представитель путинской элиты, я имею в виду какой-нибудь технократ, когда он придет в власти, если это произойдет, то самая главная угроза для него будет, это часть силовиков, которые захотят реванш. То есть это люди, которые могут тебя посадить, убить, отстранить от власти, сделать все, что угодно. Единственный способ противостоять этой силе – это опираться на самые активные представители гражданского общества. И вот как только это произойдет, технократ просто даже в интересах своей личной безопасности будет вынужден идти на компромиссы с гражданским обществом. То есть будут людям давать свободу возвращать потихоньку, давать им возможность протестовать, давать им возможность контролировать силовиков, значит, будут какие-то послабления свободы для средств массовой информации. Это обычно так происходит. И в противном случае, кто сильнее, тот и прав. Если у тебя нет людей, способных бороться за свои права, если у тебя нет СМИ, если у тебя нет институтов гражданского общества, то в какой-то момент тебя отстраняют с помощью силы и оружия. Это происходило в разных странах. Это не факт, что общество сразу получит всю свободу, которую только хотелось. Но технократ будет вынужден разворачивать страну, потому что это просто в интересах его личной безопасности. Мы так, как мне кажется, говорим об одном из вариантов исполнения операции Валькирия. Я напомню нашим зрителям, 20 июля 1944 года группа аристократов и офицеров решили сделать мятеж в отношении Адольфа Гитлера, тогдашнего, скажем так, одного из главных преступников вообще мировой истории. Непосредственным исполнителем планов операции Валькирии стал тогда граф Клаус Шенк фон Штауфенберг. Новым Штауфенбергом в некоем смысле называют господина Нарышкина. Сергей Нарышкин, напомню нашим зрителям, это глава службы внешней разведки, которые не мелькают в средствах массовой информации Российской Федерации, как тот же Патрушев, как тот же Мишустин, другие прихвостни, Мишустин Патрушева вообще называют, там дьявол, который шепчет Путину на ухо что-то. Нарышкин пропал. Его нет почти в соцсетях, ну не в соцсетях, в СМИ. Он появляется в СМИ только с антипольскими инсинуациями, абсолютно глупыми, абсолютно ни к чему не привязанными. Кто такой Сергей Нарышкин сейчас? Я просто напомню нашим зрителям, что во время признания так называемых группировок ЛДНР на совбезе Российской Федерации, в Совете Безопасности, господин Нарышкин, ну так отхлестал его Владимир Путин, превселюдно, как говорится. Нарышкин это кто сейчас для российской власти? Неужели современный Клаус Шенк фон Штауфенберг? Нет, Нарышкин на это не способен. Я прекрасно его знаю. Он был спикером Госдумы, когда я был депутатом. Я с ним общался. В целом могу сказать, что он производит, конечно, впечатления. Производил, по крайней мере, сейчас не знаю, не виделся больше шести лет. Он всегда производил впечатления человека, ну такого мягкого, дипломатичного. Он, на самом деле, в общем-то, никаких проблем даже лично для меня не создавал. Ну да, меня однажды лишали слова на заседании, но в целом он не был сторонником внутренне. Я это прекрасно просто чувствовал. Он не был сторонником каких-то жестких репрессий. Он пытался найти какие-то компромиссы. Ну понятно, что когда ему спускали команду из администрации президента Кремля, там Гудкова где-то пристануть или там Геннадия Гудкова лишить мандата, он это выполнял. Но, понимаешь, не то чтобы он был в восторге от таких решений. Я просто могу, вот хочу обратить ваше внимание на то, что кроме Нарышкина пропал еще один знаковый политик, чиновник. Это господин Козак. Так вот, по моим данным, во время Совета безопасности Козак открыто выступил против войны. И вот за что и поплатился. И все его полномочия сейчас перешли к Ильенко. Тоже обратите внимание. Вот. И усомнился в этой операции Нарышкин, которого, значит, отчитали, публично унизили. И для Нарышкина это было, как бы, действительно серьезной проблемой, потому что я его впервые видел в таком состоянии, как все-таки обладает опытом публичных выступлений. А здесь у него там и голосы коленки тряслись. Это было видно. Вот. Но в случае возникновения подобной фронды, конечно, я думаю, что Нарышкин, скорее всего, примкнул бы к такой фронде. Но вряд ли бы он выступил инициатором, потому что он не тот человек, который может именно возглавить какой-то... Но поддержать, если найдется кто-то, кто на это способен, мне кажется, он может. Дмитрий, в конце, не о таком влиятельном человеке, как Нарышкин, а больше смешном персонаже, уже бывшему главе Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Теперь Юрий Борисов занимает должность главы корпорации Роскосмос. Читал российские СМИ, что они пишут, тот же Царь Град и другие, прости господи, средства массовой информации, они прогнозируют Рогозину чуть ли не взлет по карьерной лестнице. Некоторые совсем безумцы писали о том, что чуть ли это не следующий после Кириенко управленец над временно неподконтрольными территориями Украины. И даже про премьерство я читал такие вещи. Это, я напомню, человек, который на русских маршах ходил по Российской Федерации. Господин Рогозин, выброшен за борт российской политики или нет? Нет, конечно. У Путина так не принято. Если бы Рогозин совершил какую-то серьезную ошибку, причем в отношении Путина, то тогда, конечно, он мог бы вылететь в систему власти. Но он ничего с точки зрения интересов Путина не нарушал. Я думаю, что это обычная перетасовка. Я не знаю, что его ждет. Но даже если это будет какое-то назначение в администрацию президента, я бы так бы на его месте не радовал. Потому что все равно когда-нибудь международный суд состоит. Одно дело, когда ты руководил Роскосмосом. Другое дело, когда ты возглавляешь администрацию президента, которая, по сути, командует военной операцией, как это они называют, убийствами людей, короче, настоящей войной. И, по-моему, новость этой недели. Еще один бывший командир, участвующий в геноциде в Руанде в 1994 году, уже в каком-то почтенном возрасте, приговорен к пожизненному заключению. То есть военные преступления не имеют срока в давности. И, ну, хорошо, вы можете еще куролесить, вы можете еще там всех смешить своими эскандерами, сколько угодно, да, ну, в страну пройдет 10-15 лет. Не важно, сколько там они себе думают, сколько они решили еще управлять страной. Ну, это в любом случае там когда-то закончится. И за эти военные преступления, ну, обязательно придется ответить, да. И никто никуда не денется, да. Если кого-то вынесут вперед ногами, да, раньше времени, ну, просто, можно сказать, повезло человеку. А все равно суд международный состоится, и Путин, и его пособники, и военные преступники обязательно будут наказаны. Ну, если не через 5 лет, значит, через 10, не через 10, не через 16. Вот, а с учетом, там, развитой медицины, да, уж большинство из них до суда доживут. Я очень надеюсь на это. Думаю, что вот этим можно и подытожить наш с вами сегодняшний разговор. Благодарим вас за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Информационный марафон Freedom продолжается. Оставайтесь с нами.